В этом видео я хочу показать вам сходства и различия видов акрила. Мы будем пробовать их на глянцевость, на матовость, если это заявлено на упаковке. Я постаралась взять те, которые вроде как глянцевые. Здесь либо указано, что они глянцевые, либо ничего не указано. Значит, у нас здесь 13 видов акрила. Итак, первое, с чего мы начнем, это грунт. Я взяла обычный художественный картон и покрыла его предварительно грунтом акриловым для акриловых или масляных работ. То есть это вот сонет. Его мы коснемся только вскользь. Покрытие получается матовое, оно не блестит. И в целом мне нравится, по нему работать достаточно приятно и легко. Ну вот видите, что если покрывать щетинкой или даже синтетикой некоторой, то получаются вот такие рифленности. То есть следы кисти видно. И вот это вот, если не нужен лишний рельеф, то, конечно, придется как-то схитрить, чтобы сделать более гладко. Далее. Значит, у нас здесь представлены сонет, краска акриловая. Это студио. То есть это, если надпись студио есть на упаковке, значит, это для учебных целей. Далее, значит, есть, ну давайте по порядку, значит, это Браунберг, производство Китая, по заказу Германии. Акрил тоже ученический, здесь тоже не указана глянцевость, здесь этого тоже нет. Указан только краплак красный, например, да, и вот здесь написано розовое 310, все. То есть состава, конечно же, здесь никакого по пигментам нет. Хотя вот сонет указал светостойкость и укрывную способность, то есть то, что краска полностью покрывная, непрозрачная. Вот, здесь такой информации нет совсем, то есть здесь ничего не указано, глянцевый, матовый и какие-то его пигментные свойства тоже остались за кадром. Значит, вот это фирма Декарт, это производится в городе, так-так-так, да, это Обнинск, Экспо-прибор. Мне этот акрил понравился, он имеет запах такой, знаете, яблочко. То есть если вот нюхать, да, то он пахнет не какой-то непонятной химией, а вот такое ощущение, что это жвачка яблочная. Вот, это приятно, потому что некоторые краски, они просто пахнут, и голова болит, а вот от этих ничего не болит. Вот, значит, тоже ее рассмотрим, здесь тоже не указано, что просто декоративно-художественное, и все, никаких более свойств не заявлено. Далее, это акрил фирмы Гамма в тюбиках я взяла, он у меня давно уже довольно-таки лежит, сиена натуральная, то есть я поначалу закупала вот такие тюбики для покраски рам для картин. Здесь, значит, краска акриловая художественная, опять же, не предназначена для живописи, но не указано глянцево-налиматовой. Дальше, краплак красный, это у нас Ладога, производитель Невская палитра. Здесь тоже не указано, какая она поверхность получается. Так, при высыхании образует эластичную, неусмываемую пленку, все, что мы в нем знаем. Вот, и здесь есть, видимо, так, вот, это краситель, да, то есть, что, какой пигмент там внутри, и светостойкость его, и то, что он кроющий тоже. Ну, кто бы сомневался. Вот, дальше, акрил луч. Тоже попробуем, как он, по сравнению с другими, у него жестоко заклеиваются баночки. Вот он пахнет, как ПВА, ужасно пахнет, вот честно, кошмарно просто. Вот, вот этот пахнет вкусно, а вот этот клеем. Далее, Декола, производство, так, здесь написано, что она акриловая, глянцевая, вот, видите, глосс. Вот здесь указано, что глянцевая. Так, производитель, тоже Невская палитра. Значит, здесь у нас есть светостойкость указана, вот. Вот, и уже есть состав по пигментам. Ну, Невская палитра привыкла указывать такие данные, и здесь она поэтому присутствует. Значит, что предварительно могу сказать. Я в последнее время чаще всего покупала вот такие краски. Цена вот такой баночки где-то 100-120 рублей. Потом я попробовать решила вот такую баночку. Здесь 50 миллилитров, здесь 75. И мне понравилось, что вот это стоит 80 рублей, а вот это 120, да. Вот, смотрите, она больше, цвета интересные. Конечно, они не повторяются. Палитры у них разные. Но, тем не менее, вот, кстати, смотрите, интересное дело. Похоже, там внутри краска засыхает. Вот, или она просто почему-то потемнела сверху. Вот это я только сейчас заметила. Смотрите, это прозрачные тубы полностью. То есть, вот эти пятна, это воздух внутри. То есть, совершенно прозрачная туба. Она еще новая. Я использовала только чуть-чуть в самом начале. И вот это почему-то потемнело. Ну, видимо, подсыхает там. Не знаю, надо проверять. Значит, так, Декола. Далее у нас идет, это Таир. Тоже известный производитель. Значит, здесь указан цвет, цветостойкость и кроющая способность. Значит, далее тоже ничего не указано. Производитель пока Таир и все. Даже непонятно где. Территориально. Единственное, что могу сказать, та местность, в которой я проживу, это Республика Мориэл. Тут как раз есть озеро Таир. И я так подозреваю, что это где-то недалеко делается. У нас есть тоже лакокрасочный завод. Но имеет ли он отношение к этим краскам, я не знаю. Так, теперь иностранные. Значит, вот это Дейли Роуни. Я взяла на пробу. Еще сама не пробую. Делала только маленькую выкраску. И смотрела, какой цвет получается. И как он быстро высыхает. Значит, как я поняла, это учебная серия. Смотрите, он полукроющий. То есть он наполовину прозрачный, наполовину кроющий. То есть его можно разбавлять, и будет такой лисировочный акрил. Вот номер цвета и светостойкость. Значит, три звездочки. Производитель Великобритания. Далее. Это у нас Синелье. Кампус. Кампус это, ну, как сказать, для студентов, короче. То есть не школа, но уже где студенты учатся. То есть это тоже учебный. И он, смотрите, она такая большая довольно-таки. Ну, плюс еще промо-упаковка. Да, вот видите, 20% еще до веса идет. Вот, значит, цвет. Также не сказано, какой он по матовости, глянцевости. Тут описание все полностью заклеено и сделано на русском. Так. Имеет интенсивные цвета, покрывающие способность. При высыхании образует сатиновую пленку. То есть, видите, здесь указано, что пленка будет сатиновая. То есть полуглянцевая. Далее. Синелье уже премиум класса. То есть это, так, heavy body. То есть это плотный акрил. И он, так, extra fine. То есть это, ну, высший класс. То есть если это вот учебный, то это прям уже вот мастерский, художественный. Так. Здесь указано 3 звездочки. Значит, цветостойкость. Номер цвета. Какая серия. Потому что у них все краски делятся по сериям. И сейчас поищем данные. Ага. Так. Вот пигменты. Вот указано. Раз, два, три пигмента. И осталось у нас два. Значит, вот это Royal, ой, да, Royal Talents. Вот производитель логотип. Вот Royal Talents. Это акрил Art Creation. Art Creation это тоже ученическая. И будем вот смотреть, какая она вообще. То есть тоже непонятно, что там внутри. То есть какая она по свойствам. Я еще не пробовала совсем. Это производство Нидерланды. И последнее. Это Amsterdam. Amsterdam тоже это такая... Ну, здесь написано, что это стандартная серия. То есть это не люкс, но и не ученическая. Но в то же время Amsterdam это довольно известная марка. И она имеет много положительных отзывов. Посмотрим. Я пробовала ее чуть-чуть. И вот такой кислотный флуоресцентный цвет я взяла не случайно. И сегодня я вам покажу, что с ним делать. И как его использовать в натуралистичной живописи. Конечно, живопись я вам не буду показывать. Но вы увидите эту краску в замесах. И поймете, что ее можно использовать даже в классическом подходе. Значит, краска акриловая Amsterdam, туба 20 мл. Вот, кстати, стоит она очень дорого. 150 рублей обошлась мне вот такая маленькая туба. Так. Ну, с другой стороны, говорят, что Amsterdam в больших тубах дешевле покупать, чем вот наши российские акрилы в пересчете на миллилитры. И так даже выгоднее. Ну, не знаю. У меня пока масштабы не такие глобальные. Давайте пробовать. Первое, что меня интересует в красках, в акриловых, это как быстро они высыхают. То есть, это не значит, что я, вот если маслом, то мы пишем слой, потом мы сушим несколько дней, там, да, потом снова пишем слой и так далее, опять сушим. А именно, насколько быстро она высыхает прямо на кисточке. Потому что есть такой нюанс. Когда я начала работать с Браунбергом, то у меня он высыхал прямо на кисточке во время рисования. То есть, я ничего не добавляла в краску, но приходилось время от времени макать кисть в воду. Вот, давайте сравним, во-первых, выкрасим, как они по консистенции, а во-вторых, сравним, как эти краски друг относительно друга, как они быстро высыхают. То есть, засечем просто время, и кто из них первый высохнет. Понятно, что на кисточке это будет одна скорость, а вот на бумаге, скажем, да, ну, то есть, это же картон, покрытый грунтом, на нем будет другая скорость. Давайте начнем с санета. Цвет очень красивый, мне нравится такой бордовый. Посмотрим, как долго он будет высыхать. Вот сейчас положим погуще. Так, давайте сначала все красные. Значит, теперь пусть это будет, ну, дейли ровнее. Кримсон. Так, придется, наверное, их вот так вот раскладывать сразу по, по вот так вот, по порядку, как вот они идут у меня в выкраске. Давайте вот этот бордовый еще выкрасим. Это краплак красный. Кстати, вот у Декола, например, у меня закончилась краска Декола глянцевая бордовая. Прям вот тут написано бордовая. Мне она очень нравится по цвету, прям все устраивает. И я пришла в магазин, и оказалось, что под этой краской, под этим названием, уже какая-то более, более малиновая какая-то краска лежит, которая похожа на карминовую. Вот, и я подобрала вот ладогу, которая более-менее похожа, ну, хоть сколько-нибудь, на бордовую. Вот, то есть почему-то на заводе Декола произвели разлив разных оттенков в баночке, маркированной одним и тем же. Значит так, давайте. Кстати, время я засекла, это 28 минут сейчас на часах, то есть будем смотреть, как быстро высыхают эти краски. Так, и это вот у нас ладога. ладога. Следующая пошла, давайте попробуем Амстердам, о, арт-креэйшн, и потом следующий Амстердам и Брауберг пойдет. Очень красивые, насыщенные цвета у всех. Пока вот я не вижу такой разницы, чтобы было прям вот существенно, что-то отличалось, ну, кроме оттенка. В принципе, все оттенки, нельзя сказать, ну, вот из этих, да, нельзя сказать, что кто-то хуже, потому что, ну, вот они используются, они все, то есть они все пригодны для чего-то. Вот я вижу, что Санет уже начал подсыхать здесь в тонких местах, ну, вот самое интересное, конечно, в толстых. Так, ну, и самый дорогой наш гость это Амстердам. Вот видите, какой он ядреный. И теперь остается еще один красненький у нас, а, еще розовый у нас есть, вот такой. Таир еще есть. Это Брауберг я беру. Наносим. Так. И завершаю эту идиллию. Хотя, вот смотрите, еще вот такой вот есть, да, сиреневый, прям, переходим в такой, с красного в сиреневый, в синий. Многовато. Лишнее уберем. Так, это Таир. Следующий будет Луч. Вот он такой желейный какой-то весь. Он, кстати, с блеском, поэтому тут не совсем. То есть вот эти все, они без блеска, а этот с блеском. то есть он с добавкой блестящий, с перламутру. Вот я соберу вот так вот кучку, чтобы толстенький слой был. Акрилы, как я узнала недавно, потому что эту марку, вообще, в принципе, акриловыми красками я пользуюсь совсем недавно. То есть я их когда брала раньше, я их использовала не для живописи вовсе, поэтому мне достаточно было взять одну какую-то марку и ее пользоваться, и мне не было разницы, что там с ней, да. Ну, сколько сохнет, столько и сохнет. Когда я начала рисовать ими картины, ну, писать, да, то выяснилось, что есть еще куча разных параметров, которые действительно важны в работе, которые мне раньше не нужны были. Вот. О, смотрите, какой он жидкий. Это вот декола. Он прям вот струится. То есть если вот эти, они такие густенькие, то декола жиденькая. Где-то это хорошо, где-то это плохо. Так, ну вот декола, значит, так положим, да. Так. И. Густая краска, чем хороша? Давайте переходить в эту сторону сейчас, например, вот через желтый, да. Давайте вот сиену попробуем из тюбика. Так, вот она, смотрите, она расслаивается на... Видно, да? Вот она давно у меня уже лежит. Ну, сколько вот ей? Сейчас узнаем. Так, стоит он 95 рублей. Этот тюбик стоил... Гарантийный срок 12 месяцев. Он, конечно же, старше. Я тут даже сомневаться не буду. Он с 16-го года. То есть ему реально в 3 раза дольше срока, чем он жить должен. Вот. Поэтому, знаете, что вот он расслаиваться потом будет. Ну, на самом деле, ничего страшного. Можно перемешать на палитре, и все будет в норме. Так, вот его кладем. Вот он такой вот, как вот кисель такой. Не густой, не жидкий, а непонятно что-то. Консистенция слегка похожа вот на следующий, который будет. Это Декарт. У Декарта тоже консистенция киселя. Вот как и у Луча, кстати. То есть если вот эти все, они такие более-менее похожи на пасту, то вот... Кстати, так, вот Сонет первый прям сохнет, видно уже. Так, это Ладога. Она вот тоже догоняет Сонета. А вот Дейли Роуни еще пока сохнуть особо не собирается. Вот. У Декарта... Декарт, да, вот этот экспоприбор, у нее тоже такая кисельная какая-то, но она пожестче. То есть более такая, видите, вот если смотреть, как говорят кондитеры, пики, да, вот эти пики остаются. Вот когда пирожные делаете, нужно, чтобы пики оставались. Как это взбиваете, когда яйцо с сахаром. Вот. То есть она тоже желейная такая вся, но она вот пики держит. Что мне нравится в Декарт, это то, что она очень укрывистая. Сейчас мне придется проявить чудеса и ловкости рук. Потому что тюбики мешают друг дружке. И вот она как будто бы такая, как крупнотертая краска. То есть если у этих мелкая дисперсность, такая прям, ну вот мелко-мелко-мелко перетертый вот этот состав, да, вот эти вещества, то у Декарта у него покрупнее она. И даже если вы посмотрите внутрь баночки, кстати, баночка эта тоже просроченная, я беру чисто ради эксперимента, но получилось так, что этой марки новой у нас в городе не было. И поэтому я взяла немножечко старые. То есть они буквально недавно вышли из срока. Но тем не менее на работе это не сказывается. То есть я пробовала, мне понравилось. И вот она, если посмотрите, видно, что такие ручейки в ней, да. Это тоже разделение. То есть самое страшное, что может с акрилом произойти по окончании срока годности, это либо разделение, либо высыхание, да. В принципе, ни то, ни другое не так страшно. Так, это значит дальше Декарт. И вот сейчас не знаю, как буду умещать это все. Ну, давайте я Декарт сюда поставлю. Его, в принципе, понятно, что он здесь. Так, это кампус Синелье. Сейчас его попробуем. Я его еще не пробовала. Вот он тоже такой, очень похож на Брауберг. Прямо смотрите, тоже пики держит. Тоже мелко тертый. Прямо мелко-мелко, такой вот мягонький-мягонький, как очень нежный такой субстанции. Сейчас я намажу последний акрил и приближу камеру сюда. Вот этот я тоже еще не пробовала ни разу. Красивый очень цвет. Тоже очень мягкий. По консистенции напоминает Деколу и Ладогу. Так, и вот у нас сейчас прошло 10 минут с начала намазывания соната, чтобы вы могли оценить то, что произошло за 10 минут. Вот это 10, да, потом 8 минут где-то примерно, да, и так далее. То есть, смотрите, постепенно высыхание идет. Сейчас я засеку просто время и будем ждать, когда высохнет первый. И что у нас получится, глянцевая это будет поверхность или нет. Что могу сказать о Брауберге? Я уже с этой маркой работала и знаю, что он такой обманчивый товарищ. Кажется, что он такой блестящий, мокрый весь. То есть, что это свежая краска, но на самом деле уже может и высохнуть. Поэтому я буду проверять вот так вот, потыкивая его. Ну вот он уже схватилась, верхняя пленочка. И следы остаются еще, ну вот, мягкие, но уже не мараются. Вот. Так что будем ждать. Пока сохнет выкраска, давайте я вам на другом, на другом фрагменте картону, то есть этот мы просто отложим пока что в сторону, я вам на другом картоне покажу, как смешиваются вот этот вот цвет, как его использовать. Ну вот, например, это декола, вот такой телесный, так и называется телесная. Вот. Давайте попробуем, как смешивается этот акрил с очень ярким, таким едким, на первый взгляд, Амстердамом. И что получается? Смотрите, какая красочка в итоге выходит. Очень красивая. Видите? Вот именно поэтому я взяла этот ядреный цвет, который вот дает вот такие вот чудеса. То есть, во-первых, вы можете получить себе вот такой вот нежнейший оттенок. Во-вторых, давайте смешаем теперь с красными. То есть, это я смешала с телесной. Бежевые, да, любые вот такие оттенки, которые из телесной гаммы. Давайте попробуем вот эту еще. Они получаются более такие интересные, румяные. Я бы сказала, что этот цвет, близкий в акварели к цвету пирол. Пирол красный, пирол оранжевый, вот эти вот оттенки пироловые, они как раз вот такие горящие. И вот этот вот цвет акрила очень похож на цвет акварели пироловой. Ну, из пироловых линеек, вот этих пигментов. Так, далее, значит, давайте еще вот с каким смешаем. Ну, давайте с красным. Либо я просто мазну вот так вот, красный. Не хочет. И рядышком положу еще бордовую капельку. Ну, бордовый, краплак красный. Кстати, правильно говорить не краплака и краплаком, а краплака. Потому что краплак, слово лак, это это есть лак. Это с немецкого, и оно так и звучит. Краплак. Поэтому ударение на этом слове, в этих словах, вернее, будет краплаком, а не краплаком. Вот, и давайте смешаем. Посмотрим, что из этого получится. Часть я возьму для розового. Смотрите, какой интересный оттенок получается. Очень нежный розовый такой, светящийся. Далее давайте смешаем часть вот с темным. Смотрите, мы получаем такой ярко-оранжевый. Я бы сказала, даже на лак гераневый похожий. Посмотрите, вот кто знает лак гераневый краску, вот очень похожий по цвету. Прям, прям совсем похоже. Вот если с красным взять, давайте посмотрим, будет оранжевый, прям горящий оранжевый. Ну, краплак светлый, скажем, да? Краплак красный светлый. Вот. Вот такие чудеса делает это вот Амстердам флоресцентное. Я очень довольна приобретением. И вам советую не относиться к этим краскам предвзято, что они вот такие вот странные, такие ядреные и они, ну, куда они там могут быть использованы. На самом деле, вот видите, что очень красивые смеси получаются. Итак, прошло у нас 18 минут. И мы видим, что у нас высохла вот часть, да? То есть, тонкие, тонкие части высохли. Вот здесь брауберг уже, ага, чуть-чуть еще марается, но в целом вот мараются вот эти бордюры. Тонкий слой уже все. Здесь, конечно, тоже видно уже, что он матовый стал. Ну, вот смотрите, да? Вот эти оказались матовые, значит, Санет, Дейли Роуни, это Ладога, это Роял Таллинс Арт Креэйшн, Амстердам. То есть, вот так вот возьму, чтобы вам было видно прямо отсвечивало. И вот смотрите, вот этот глянцевый, это Брауберг. Он действительно остается глянцевым и очень блестящим. Даже спустя, там, длительное время, то есть, он действительно сухой, но блестящий. И вот это, значит, у нас Таир, он такой, ну, матовый, да, но такой, немножечко сатиновый, я бы сказала. То есть, чуть-чуть блеска есть, то есть, он такой более средний, такой средний, глянцевый. Дальше, значит, вот это с блестками у нас, да, вот такая вот сиреневая, она, смотрите, на розовый оттенок дает. Это акрил луч. Луч, значит, у нас высыхает и дает глянцевую поверхность. Вот смотрите, вот эти тонкие, они уже сухие. Видите, они блестят. Ну и плюс еще тут блестит добавка вот этой блестки, но все равно, вот видите, что поверхность, она глянцевая. Так, вот этот товарищ, вот этот высох, это Декарт. И он высох тоже сатиновый, вот как Таир. То есть, на нем следы вот можно процарапать еще, но вот он уже все, не марается. Уже нет следов на таких вот, от пальцев нету. Так, смотрим дальше. Значит, это у нас гамма. Этот пока пропускаю, он еще жидкий. Гамма, значит, высохла вот здесь спустя 20 минут. ну, это не 20, это около 10, вот это сохнет, да, вот этим 20 уже, а это 10. И смотрим, что здесь тоже такое сатиновое покрытие получается. То есть, у нас гамма, Таир и Декарт имеют сатиновое. и вот еще один, это как раз Сенелье Кампус, вот этот большой, он тоже сатиновый блеск имеет. На высохших частях он так чуть-чуть поблескивает. То есть, я смотрю не на вот эти вот, а где вот высохло уже. То есть, он не матовый. это профессиональная серия, вот этот вот, Сенелье, и он высохших местах глянцевый. Вот, можно его трогать, да, и он блестит. Смотрите, как сильно он блестит. То есть, получается, что Сенелье и Брауберги, они глянцевые. И, конечно же, вот этот вот, вот этот, это Декола, он тоже глянцевый, но здесь указано на упаковке, что он глянцевый. Так что, он высохнет, он еще не высохнет. Вот смотрите, он темнеет по краям, видно? Это как раз смена цвета. Причем, смотрите, пока краски влажные, можно смотреть и видеть, насколько они меняют оттенок. Декарт не поменял оттенок, Кампус Сенелье не поменял оттенок, одинаковый остался. Вот эта Сиена, она тоже осталась такая же. Таир остался такой же, Брауберг остался, да, вот эти вот цвета, они, ну, просто блеск потеряли. Но в целом, поменялся, пожалуй, только вот эти, самые темные поменялись немножечко, то есть, они просто стали более блеклыми, да, вот когда они, лаком, если их покрыть, то будут такие же насыщенные, вот. Ну, просто они очень темные, поэтому они потеряли изоматовости свою глубину. А вот здесь, вот как раз видно, что это испаряется, вот эта клеевая основа, и остается пигмент, он более такой синий, прямо вот, более темный. Все эти акрилы разводятся водой, вполне нормально, поэтому, в принципе, можно ими писать, как акварелью даже рисовать. Здесь, чем хорош акрил, что если вы берете его густо, кистью прямо из банки, то вы пишете им как масло, но в то же время он быстро высыхает, причем очень быстро, по сравнению с маслом, которое может несколько суток быть подвижным и не сохнуть. можете его разбавить до состояния акварели, и будет вам очень жиденькая, прозрачная красочка. В принципе, все эти сорта разбавляются, но единственное, о чем вам стоит так учитывать, да, вот если масло разбавить, масляную краску разбавить маслом, то она будет, ну, как бы сказать, она не станет какая-то более белесая, да, она просто будет жиже. А вот, то есть цвет очень сильно не поменяется. А вот здесь в акриле такой наполнитель, вот этот медиум, на котором замешаны пигменты, он такого свойства, что краска при разбавлении водой становится чуть белее. Но она белее до тех пор, пока не высохнет. То есть это как с гуашью. Сначала вы красите, когда вы получаете один цвет, и потом вы получаете при высыхании другой, более светлый. А в акриле наоборот. Если вы разбавляете водой, у вас получается более светлый оттенок именно водой. А когда он подсыхает, то получается более темный оттенок. Хочется вот эту немножко так размазать сюда, чтобы показать тонкий слой, как он высохнет. Итак, прошло 20, ой, так, 32 минуты. Смотрите, значит, у нас что происходит. вот эта вот еще мягкая. Ой, здесь вот видите, потащилась она за мной. Сейчас. Мастихин приходится вытирать каждый раз, чтобы не пачкать краски. Это у нас уже давно высохло. То есть вот эти сохнут у нас 20 минут, эти 30 минут. Значит, так, это сонет. Он, ну, почти досох, но еще вот здесь вот мягко. Видите? Еще мягко. В принципе, все, где блестит, кроме Брауберга, все еще не высохло. То есть это то, что у вас будет сохнуть на картине. Ну, и, соответственно, скорость высыхания палитры, потому что меня вот не радует, когда я выложила на палитру краску и израсходовала наверняка, допустим, половину, например, а остальная часть уже высыхает. Мне это печально. Я хочу все в дело пускать, и поэтому нужно примерно знать, какие, сколько у вас времени вообще. Пока что я не пришла к тому, чтобы ровно точно дозировать количество выдавливаемой на, вот, допустим, из тюбика, то есть, если вот в такой можно взять и обратно положить мастихином, то в тюбик уже особенно ты не запихнешь. Поэтому я пока не научилась еще контролировать, сколько мне точно нужно краски, я чуть-чуть больше выдавливаю. Но потом, правда, приходится либо тратить ее, либо она все-таки высыхает. Это печально. Учитывая стоимость материалов, это лучше так не делать, да, то есть лучше выдавливать как-то ровно столько, сколько нужно, но пока я не научилась это определять. Это приходит с практикой. Так, вот смотрите, 22 минуты, значит, сохнет вот этот участок, и вот смотрите, вот здесь темнее, чем вот здесь. То есть здесь краска более белая такая красивая, то есть когда, смотрите, мы покупаем краску, да, вот она вот такая красивая, красивая, светленькая такая, а потом на картине она становится темнее. Сюрприз не очень приятный. То есть если работать краской медикола, то надо учитывать, что она будет темнее. И смотрите, кровящую способность. Например, по сравнению вот с Таиром. Таир прокрыла все так довольно-таки плотненько, а вот эта красочка, она, видите, просвечивает. То есть это значит, что вот эта красочка более лессирующая, чем вот эта. Ну, как я поняла, здесь есть еще белый пигмент, то есть белила, да, какие-то, а здесь их просто нету. Тут есть связующая и немножко красителя. хотя можно посмотреть, если состав указан. А, нет, смотрите, здесь есть вот PW4, то есть здесь вот пигмент фиолетовый есть, да, Violet, и White, белый. У Таира информации такой нет. А, нет, вот смотрите, есть, я просмотрела, да, вот пигменты White 6 и Red 49 к 1. Не знаю, что такое 49 к 1, но в общем, вот есть пигмент красный и пигмент белый. Давайте здесь пока посмотрим. Здесь только вот красный 264. Вот я залезла, смотрите, проверить, думала, что здесь уже все высохло, нет, не высохло. Собственно, что я полезла. Мне захотелось сказать вам, смотрите-ка, высохшая краска, то есть она вот такая вот в банке, да, она такая лиловая, высохшая, она становится розовая, а вот здесь она, где потолще, она лиловая осталась. но оказалось, но оказалось, что на самом деле она лиловая, только пока сырая. Соответственно, вот такая краска, если вы купили вот такую луч, то она будет розовая. Причем такой барби розовый, совсем неблагородный розовый, как здесь. Вот Декарт уже высох. Причем высох весь, толстый. У него остались такие забавные такие усики вот здесь. высыхает сонет поверху, верхушка высохла, а внутри видно, что еще в пузыре там мокро. Есть у меня еще акрил такой, тоже сонет, как и этот же, только он фиолетовая светлая называется. Мне интересно, какого он отчетка. оттенок приятный. Сейчас попробуем его побыстрее высушить и выяснить, темнеет он или нет. Вот смотрите, начинает местами подсыхать этот сонет, вот этот. и он немножечко темнеет, ну незначительно, я бы сказала. То есть по сравнению с вот этой краской он, конечно, сильно отличается. Вот этот декол глянцевый, вот он сильно потемнел, потемнело. А вот здесь, вот смотрите, вот подсохший край, а вот мокрый. Очень мало различается. Здесь наоборот, вот подсохший, вот мокрый. Видите, какая большая разница. Возможно, это связано с количеством белого пигмента, но вот по факту нужно учитывать работа деколы, что она вот такой эффект имеет. Здесь все больше становится розовый, это луч. Прямо уже от лилового почти ничего не остается, все розовое. И вот смотрите, первым высох, значит, у нас декарт. Ему хватило где-то минут 12 примерно. Далее, значит, минут 20 сух Амстердам. Он уже полностью сухой. И он тонким слоем ложится. То есть, его прям толстая так не положишь. Таир почти, ну вот он уже такой на отлип, конечно, но вот уже почти высох. То есть, ему полчаса надо, чтобы высохнуть. так, луч. Ой, все упало. Вот. Это Сиенелье Кампус, и вот видите, он все еще внутри мокрый. Так, и что еще тут у нас высохло? Так, вот это подсохло, она мягкая, то есть, можно как на жвачку надавливать, но она уже как бы почти не марается. То есть, вот, руки чистые. Это, значит, Сиена, это акрилгамма. Конечно, для разных пигментов в одной серии, да, может быть разное время высыхания, но это уже тонкости. Тут в основном как бы есть быстро сохнущие марки, а есть долго сохнущие марки. То есть, вот Брауберг уже тоже, вот он, видите, чуть-чуть марает, но он уже почти весь сухой. И вот эта часть, это Сиенелье профессиональная серия, серия 1, она тоже уже все. Кстати, вот смотрите, даже уже пимпочка высохла. То есть, она такая резиновая, если поднажать, то там лопнет, и мы увидим все, что внутри. Вот, но в целом уже вот верхушка высохла, вот смотрите, ну, почти что чистый пальц. То есть, этому нужно полчаса в толстом слое, чтобы высохла. вот такие вот интересные наблюдения за высыхаемостью, скоростью высыхания и матовость, глянцевость. То есть, вот мы с вами выяснили, что есть не маркированные, но глянцевые при этом. Это вот акрил Сиенелье 1 серия. Это Брауберг, он тоже не маркирован, что он глянцевый. Потом глянется у нас еще вот луч. Тоже не маркирован, что глянцевый. То есть, если вот здесь есть маркировка, то у остальных нет. И, значит, у нас получается сатиновые. Так. Сатиновые Таир, Ладога, вот этот вот Art Creation, тоже сатиновый. и матовый сонет. И матовый еще Art, вот этот Декарт Обнинск. Вот такие вот результаты. Так что, когда, ну, для чего вообще это нужно? Для того, чтобы, когда вы рисуете, вы точно знали, что с чем смешивать, с каким марки купить, и при этом, чтобы не покрывать в итоге картину лаком. Потому что, если вы любите матовые картины, то, в принципе, акрил сам не нуждается в покрытии лаками. Вот. И если вы любите матовые картины, то тогда выбирайте те марки, которые вам дают матовость. Если вы любите глянец, соответственно, берите все глянцевые. То есть, например, вот, Брауберг с акрилом Синелье хорошо лягут вместе, потому что они оба глянцевые, блестящие и декола тоже в этот список хорошо войдет. То есть, она тоже глянцевая. То есть, одна картина может быть разными оттенками написана, из разных марок, но так, чтобы они блестели одинаково. Сатиновые, соответственно, тоже хорошо вместе будут сочетаться. То есть, не будет проседаний, прожуханий, отдельных каких-то блестящих мест и так далее на картине. То есть, будет более-менее равномерно. Вот. И, в общем, вот это вот нужно учитывать. Либо придется, если вы используете ну, какого-то цвета, например, у вас нету, там, матового, да, вам приходится использовать глянцевый или купили по ошибке, что тоже может быть, то просто придется тогда покрывать лаками. Что мне известно про акриловые лаки? Что мне известно на данный момент про лаки? Значит, есть глянцевый лак, акриловый. Здесь я взяла вот полуматовый, то есть, это сатиновый, да, и лак матовый. Как так случилось? Почему у меня три, а не один? Потому что сначала я не затачивалась особо, ну, просто лак и лак, да, купила вот, что было. Вот он уже с годами потемнел, и вообще, 14-го года, я так подозреваю, что он уже вышел из строя. Не знаю. Ну, на нем еще можно что-нибудь замешать, какую-нибудь краску себе сделать. Опять же, глянцевую. То есть, добавить пигмента туда и посмотреть, что будет. Либо использовать его как медиум. Разбавитель для, для какой-нибудь краски, чтобы сделать более прозрачный, лисировочный. То есть, просто взять его и между слоев заложить. Значит, я сначала купила глянцевый, потом выяснила, что он слишком блестящий, и мне это не устраивает. Значит, захотелось мне матового, потому что понравилось, как выглядит матовая картина. Я купила полуглянцевый, в надежде, что он будет и не матовый, и не глянцевый, и что-то между, и будет красиво. Когда я покрыла картину, оказалось, что она, конечно, не так блестит, как вот тот, но блестит. Тогда я пошла и купила матовый. Оказалось, что этот матовый тоже немножко блестит. Вот проклятие. В итоге, что приходится делать? Разбавлять его водичкой и крыть более тонким слоем, и потом можно еще раз прокрыть. Ну, в общем, такая вот история. Поэтому акриловые, матовые, у меня еще есть аэрозольный лак матовый, но там все сложнее намного. Он дает желтые пятна аэрозольные, потому что, по сути, лаки – это глянцевая основа и добавление туда воска. Воск дает матовость покрытию. И вот именно этот воск при нанесении спрея дал желтизну. Хотя лак не желтеющий, я покрывала акварели, все хорошо выглядит, но вот именно с акриловой поверхностью дается такой вот желтый эффект у спрей-лаков. Вот такие вот акриловые пирожки. Я надеюсь, что мой обзор такой большой, глобальный и долгий вы дотерпели, досмотрели до конца. И надеюсь, что он вам поможет. Потому что вот это все довольно дорого стоит. И если покупать подряд все, что на глаза попадается, то никаких зарплат не хватит. Соответственно, нужно определиться и выбирать. И часто бывает обидно, когда возьмешь какую-то марку, оказывается, что эта марка не соответствует, например, у тебя все матовое, а взяла и случайно оказалась глянцевой, потому что не было на маркировке. Вот. Поэтому я надеюсь, что мои вот эти вот опыты с глянцевой матовостью, вот эти выкрасы, они вам помогут уже точнее определить и заодно увидеть цвет, истинный цвет краски. До свидания. Подписывайтесь на мой канал и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok